Перспективы добычи сланцевого газа и нефти в Европе вызывают серьезные сомнения у специалистов. Обозреватель Financial Times Эд Крукс приводит мнение главы отдела международной добычи нефти и газа компании Shell Эндрю Брауна о том, что темпы разработки сланцевых месторождений в Европе будут намного ниже, чем в Северной Америке. И действительно, в других странах мира транснациональные компании намного медленнее продвигаются в добыче сланцевых углеводородов, чем в США и Канаде. ExxonMobil в прошлом году прекратила разведку запасов сланцевого газа в Польше ввиду их бесперспективности, а в Chevron заявили, что коммерческая разработка сланцевых ресурсов в Европе вряд ли вообще начнется в текущем десятилетии. Хотя у Shell есть сланцевые проекты в Китае, Турции, ЮАР и Украине, а недавно она подписала договор о добыче сланцевой нефти в России, Браун отметила, что инвесторы и потребители не должны ожидать успехов от реализации этих проектов в ближайшее время. Это заявление полностью противоречит утверждениям представителей украинской власти о том, что позитивная отдача от сланцевых проектов в Украине будет получена уже в 2015 году. При этом Эндрю Браун заявил, что сланцы в России являются наиболее многообещающими в мире, так что не исключено, что Украина через какое-то время будет закупать российский сланцевый газ. Редактор субтитров А.Семкин